Здравствуйте, с вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. Польша ослабит ограничения, связанные с коронавирусом. Что изменится на этот раз? Освободит ли тест на коронавирус в аэропорту от карантина? Минздрав Польши говорит нет. В Польше произошло ДТП с участием украинского микроавтобуса. Погиб один пассажир. В Польше стартует кампания декларирования доходов. Какие способы подачи ПИД-37? В Польше уменьшилось количество заявлений о предоставлении польского гражданства почти на четверть. А теперь подробнее. Сможет ли тест на коронавирус в аэропорту освободить от карантина? Министерство здравоохранения Польши говорит нет. С прошлой недели в аэропорту Вроцлава лица, прилетающие не из зоны Шенген, могут сделать экспресс-тест на коронавирус. Как уверяют в аэропорту, он освободит от прохождения карантина. Его цена составит 200 злотых. После объявления аэропортом такого вида тестирования, Министерство здравоохранения Польши проинформировало, что ставит под сомнение результаты такого экспресс-теста. А следовательно, пассажир, прилетев, например, из Украины и получив отрицательный результат, все равно должен пройти карантин. Свою позицию в Министерстве аргументируют тем, что в распоряжении говорится, что лица должны выполнять тест за 48 часов до пересечения границы, то есть находясь вне территории страны. Аэропорт во Вроцлаве настаивает на своей интерпретации, подчеркивая, что тестирование проводится перед прохождением пограничного контроля, юридически означает, что лицо еще не успело пересечь границу. Соответственно, пассажир имеет полное право не проходить обязательную 10-дневную обсервацию. На странице gov.pl появилась запись относительно случая Вроцлавского аэропорта. Там отмечается, что коммерческий тест, сделан после приезда в Польшу, не освобождает от обязанности прохождения карантина. Учитывая конфликт между аэропортом и Министерством здравоохранения Польши, в трактовке распоряжения возникает вопрос, «Как будет выглядеть ситуация с пассажиром, который после прилета во Вроцлав получит положительный результат на COVID-19?» Ответа на данный вопрос еще нет. Новые ослабления ограничений в Польше В пятницу, 5 февраля, правительство представило решение о дальнейшем ослаблении ограничений и функционировании экономики в рамках санитарного режима. Что же изменится? Гостиницы будут доступны для всех с соблюдением санитарного режима. 50% свободных номеров, питание только в номерах и по желанию гостей. Гостиничные и рестораны закрыты. Кинотеатры, театры, оперы и концертные залы вновь открыты. Во время культурных мероприятий может быть занято не более 50% мест. Маски обязательны. Открытие бассейнов, однако аквапарки по-прежнему будут закрыты. Открытие горнолыжных склонов, открытие площадок и кортов, возобновлен любительский уличный спорт. Тренажерные залы все еще закрыты. А рестораны, как и прежде, смогут обеспечивать еду на вынос и доставку. Новые правила будут действовать в течение двух недель. С 12 по 26 февраля. Санитарный режим остается в силе. Авария микроавтобуса с украинцами в Польше. Погибла пассажирка. Смертельная авария произошла 3 февраля вечером на съезде с С-8 к Вальбожу в направлении Вроцлова. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen T4 из Украины, вероятнее всего, уснул за рулем, и транспортное средство врезалось в забор. Сила удара выбросила автомобиль на соседнюю полосу движения. Грузовик Scania, который двигался в том же направлении, врезался в его заднюю часть. Из-за удара пассажирка вылетела из автобуса. 55-летняя гражданка Украины погибла на месте. Всего автобусом путешествовало 4 человека. Остальные получили ранения. В 2021 году декларацию о доходах необходимо подать до 30 апреля. Если раньше существовало два способа подачи – электронный или бумажный ПИД, теперь еще можно воспользоваться услугой Ваш ЕПИД. Налоговую декларацию 2020 года уже с 15 февраля можно найти на сайте податки.gov.pl во вкладке «Твой ЕПИД». Ее сгенерирует система автоматически, без необходимости предоставления дополнительных заявлений или других документов. Откуда налоговая возьмет информацию? Автоматическая налоговая декларация ЕПИД будет создана на основании прошлогодних деклараций, которые Вы подавали в государственную налоговую службу, а также на основании информации от Вашего работодателя. Как налоговая узнает о моих льготах? Если в декларации за предыдущие годы были указаны налоговые льготы, система автоматически укажет эти данные в декларации за 2020 год. Их можно изменить. Если Вам полагаются другие льготы, информацию о них необходимо ввести самостоятельно. Напоминаем, среди налоговых льгот в Польше существуют льготы на детей для молодежи до 26 лет, льготы, связанные с донорством, использованием интернета, термомодернизацией своего дома и другие. Снизить налогообложение позволяет также некоторое отчисление. Уплата взносов на индивидуальный пенсионный счет, уплата благотворительных взносов, в том числе на борьбу с COVID-19, расходы на медицинскую реабилитацию, погашение кредитных процентов и т.д. Где найти Ваш ЕПИД? Вы можете найти Ваш ЕПИД на сайте www.podatki.gov.pl Отправка ЕПИД занимает всего лишь 10 минут. В Польше уменьшилось количество заявлений о предоставлении польского гражданства почти на четверть. Президент Польши рассмотрел в 2020 году 2730 заявлений о предоставлении польского гражданства. Канцелярия Анджиа Дуды предоставила польское гражданство 2046 людям. В 2019 году поступило 3700 заявлений о предоставлении польского гражданства. Президентам предоставлено польское гражданство 2160 людям. Поинформировала портал InPoland о делах гражданства и помиловании канцелярии президента Республики Польши. Какой же срок рассмотрения дела? Учитывая указанную динамику поступления дел, в настоящее время средний срок обработки заявлений составляет около 18 месяцев. Заявление рассматривается в порядке поступления. Президент не связан какими-либо сроками рассмотрения заявлений. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться. Продолжение следует...